МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгожданные новинки. И почему так не было долго новых автомобилей? Все очень просто. Мы же не только автомобилем сейчас занимаемся, да? Мы сейчас занимаемся еще и ездим по-за границам. Но мы продолжаем заниматься. Вот, кафе раскручиваем, медицинские центры. В общем, ребят, помогаем вам уже, чтобы у вас в жизни было не страшно. Что касается официальных дилеров и кому мы сейчас помогаем? А только друзьям. Потому как только друзья и только магнитогорцы как-то вот не боятся, а продолжают свое дело. Продолжают привозить новые автомобили, продолжают продавать автомобили. Так вот, что касается того, что продают. Продают все, но в основном в пределах 500-600 тысяч рублей. Мы сегодня взяли автомобиль в той самой ценовой категории. До 600 тысяч рублей. Черри Кросс Эстер. Вот про него мы немножко попозже. Я про себя сейчас немножко расскажу. Что в интернете пишут и что мне говорят мои друзья. Что типа я китайцам продался. Да, ребят, я продамся когда-нибудь китайцам, а может быть туркам. Знаете почему? Потому что вот их, наверное, ничего не коснется. Потому что в Пекине каждый божий день ставится на учет 1700 автомобилей. То есть, ну, все нормально. Жизнь идет. Жизнь идет, жизнь продолжается. И китайский автопром продолжает удивлять. Так вот, допустим, нету необходимости у меня, допустим, покупать автомобиль марки Хаммер. Первый тот самый. Потому что группа фирм ФАУС сделала на базе Хаммера только тот автомобиль, в котором сидеть удобный. И который по проходимости тот самый Хаммер уделает. Что касается нашего конкретно бизнеса, то есть у нас автоколонна лизинговых китайских автомобилей, грузовиков. Так они великолепно работают. Они становятся лучше день ото дня. И вот этот автомобиль, который, ну, меня лично удивил и поразил. И я скажу, что это уже совсем по-взрослому. Черри Кросс Ио Стар. И название-то такое серьезное. Потому что это полноценный минивэм с тремя рядами сидений. И теперь не надо никуда ездить. Достаточно приехать только к официальному дилеру на домичках 5. Потому что здесь вся ценовая категория тех автомобилей, которые вы все равно себе позволили. Да-да. Ребят, надо жить сегодня и сейчас. Вы что думаете? Потому что можно в период, ну, скажем так, когда все немножко ускоряется, дабы успеть. Сэкономить деньги, набрать денежный мешок? Нет. Такой возможности нет. Если у вас есть возможность, то вы, конечно, себе купите и BMW. Если нет возможности, то сегодня и сейчас китайский автопром предлагает тебе сам BMW, пожалуйста. Да, в Китае делаются так, как и в России BMW. Да, в Китае делаются и продолжают делаться Mercedes в 140-м кузове. Это ее талон. Да, в Китае. В Китае сейчас уже предлагается продажа. Первая черри, кстати. Первый электромобиль стоимостью ниже 40 тысяч долларов. Будет он стоить 18 тысяч долларов. Вот это заявка от фирмы Черри. И в автомобиле Черри Cross Air Start это уже другая заявка. Заявка для тех, кто любит экономить, кто понимает, что можно перемещаться на любые расстояния. Ну, я посчитал на этом автомобиле доехать до Москвы с расходом топлива 6 литров на 100 километров пробега на двухлитровом двигателе мощностью 136 лошадиных сил. Нормально. Можно до Москвы же опять же доехать и потратить всего 1250 рублей по бензину. Ну, сколько вы там проедите по дороге, не знаю. Вы до Москвы здесь спокойно, спокойно абсолютно. Можете привезти раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и даже восемь человек. И даже место для груза останется. Насколько комфортно автомобиль выполнен? Ну, мягкий, действительно мягкий, грамотный пластик. На дверях он должен быть пожестче по определению, потому что, ну, и кольцами царапается, и все. В каждой двери здесь установлен динамик. И в того, и по автомобилю шесть штук. Шести дисковый CD-чендер. Возможности прочитать MPEG-3, разумеется. Кроме всего. Ну, здесь вот в этой комплектации механическая коробка, пятиступенчатая. И этого достаточно. Вот мы воткнули пятую и спокойно перемещаемся. И что меня порадовало? Вот грамотно, что можно сказать? Грамотно. Центральная панель приборов. Вы чувствуете машину, вы чувствуете скорость, и вам не надо лишний раз отвлекаться. Потому как, обратите внимание, пятая передача, 65 км в час. Обороты двигателя, 1900 всего. Надо добавить, я добавляю, машина едет, и едет спокойно. И вот уже 80. Ну, больше не надо, я боюсь заморозить оператора. Заднее сидение, точнее, средний промежуточный ряд перемещается по длине. Туда-сюда, ну, можно подогнать. Вот сзади меня сейчас сидит, ну, мальчик, который сантиметров на 10 меня повыше. У меня 1,75 км. Но я, извините, потолще. И 105 кг. Ну, пространство между, к сожалению, начинающим набирать обороты мамоном. Ну, я постараюсь его, конечно. Вот оно, пожалуйста. Ну, чё, никаких вопросов. Да, увлекся я. Что касается переднего привода. Все минивены переднеприводные по определению. Потому что тянуть проще, чем толкать, и кардан тянуть не надо. И, соответственно, пол здесь должен быть максимально ровным. Третий и задний ряд сидений, разумеется, он складывается. Причем это уже полностью ровный багажник. По-моему, если я не ошибаюсь, и промежуточный ряд сидений складывается. То есть, ну, все, что надо. Цена машины. Цена машины 600 тысяч рублей. Машина 2009 года. Машина выполнена грамотно. Машина спроектирована красиво. И вообще, я немножко не понимаю вот нас. То есть, ну, люди начали ходить по ресторанам, да? Люди начали, а точнее, продолжают пить хороший, качественный алкоголь. Но люди не доезжают до того, что страна, которая третья запустила, кстати, на собственных космических кораблях и вывела в космос космонавтов, точнее, тайконавтов. И позволяют себе строить авианосец, в отличие от России, кстати. Ну, что можно говорить о китайском автопроме? Да, за ними будущее. Да, пока Европу, ну, не всю Европу, скажем честно, и Америку расколбашивает. Кризис перепроизводства. Мы скажем, что Китай там не на месте не стоит, так как не стоит на месте Индия. И количество автомобилей, количество счастливых китайских граждан, оно только увеличивается. Достаточно просто приехать в Москву и посмотреть, сколько их бродит, точнее, фотографирует Красную площадь. Вот, так же и мы можем ездить. Еще одно преимущество китайского автопрома. Ну, раз это крупносерийные партии, сами подумайте, сколько стоит запчасть. Можно ли прыгать, бегать, на себе рвать волосы и говорить, я гарантию хочу? Ну, есть и гарантия. Но можно, в принципе, и поставить газовое оборудование, и тогда вы на этом автомобиле действительно очень многое заработаете. И вот, и вот, кстати, про этот автомобиль все-таки Cross Air Start. Мы совсем недавно с моей женой праздновали ее очередную годовщину. В смысле, юбилей. Ну, не юбилей, а день рождения. И вот, и, кстати, попросили и обзвонили все конторы города, ну, таксистские конторы. Ну, нам надо было уехать семером, ну, может быть, восьмером. И так, чтобы на одной машине. Так не получилось. Пришлось, конечно же, обращаться к одной, у которой есть S-Max. Вот, уехали, ладно. Но S-Max подороже, конечно, стоит, да? Вот, не буду ничего говорить, потому как к Ford с детства питаю нежную привязанность. Но сегодня и сейчас привязанность также к китайскому автопрому и к фирме Cherry, которая располагается на доминочках 5. А еще я вам вот так скажу, что почему. И в завершении радость моя такая по Китаю. Потому как на 34-м году жизни именно благодаря китайскому, скажем так, потребу, да, я полетел. А теперь и сейчас. У меня дважды есть первое место по радиоуправляемым моделям китайского производства. А они все сделаны в Китае. Вот. И, соответственно, третье место по Китаю. Так что благодарность моя к Китаю, в общем, вполне очевидна. Особенно учитывая качество и реальные недорогие цены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...